Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ещё в 2002 году вы написали книгу под названием «Конец времени композиторов». Какой период вы, как композитор, переживаете сейчас и что это за время? Нет, ну сейчас уже, как сказать, об этом даже смешно говорить, о конце времени композиторов, потому что уже ни о каких композиторах речи быть не может. Там, правда, последние великие композиторы доживают в лице Пиарта, Сильвестрова, Стива Райха. Но есть даже, как сказать, молодое подрастающее поколение, смешно сказать, потому что людям, которым запал тенек у нас, там, Курлянский, Невский, которые, так сказать, сейчас делают погоду. Ну, в общем, понимаете, это всё сошло с повестки дня, потому что вообще-то, строго разбираясь, конец времени композиторов, он где-то вот начал происходить в конце 60-х, в начале 70-х годов прошлого века. И просто идёт такое затухание, которое вот, ну, нас уже даже до того, что просто… Вот для меня это закрытая тема, мне просто даже неинтересно обсуждать, но если у вас в связи с этим какие-то вопросы есть, то, наверное, можно об этой инерции поговорить. То есть какая-то инерция есть, есть какая-то индустрия, деньги вкладываются. И это, в общем, это то, что Пригов, Дмитрий Александрович Пригов называл художественным промыселом. То, что раньше было неким таким творческой индустрией, сейчас это художественная промысел, как жёсткие там, эти какие-нибудь там подносы или там гжель какой-нибудь. Ну, в общем, это художественная промысел, матрёшки, так вот. Композиторская музыка академическая, она сейчас вот на этом уровне, таком уровне такой индустрии потребления, такой не очень сильный, не очень заметный. Композиторы Арва Пярд, Патрис Васкс, насколько близки вам композиторы стран Балтии? Ну, они известны, конечно, во всём мире. Ну, вот Арва Пярд мне просто крайне близок, потому что, ну, как можно сказать, вот мы вместе с ним, вместе с ним, да, но одновременно. Вот в начале, как раз в середине годов, 70-х годов, когда происходил этот перелом, когда мы прощались с авангардом и вот нащупывали вот он Тентинабуле, кстати говоря, и Сильвестров, вот эту новую простоту, Алик Рабинович, Рабинович Баркович, как теперь говорится, он сейчас в Иссаре живёт. Ну, вот тогда вот мы как бы были в такой, в едином упряжке, в едином строю, потому что мы расспросились со Шнитки Губайдульной и Денисовым у нас, и, соответственно, с Булезом Штохаузеном и Луи Дженона, вот, и Арва Пярд мне особенно близок, хотя он меня, по-моему, как композитор не очень, так сказать, долюбливает, но это уже его личное дело. Как вы это поняли, что он вас недолюбливает? Нет, я просто знаю, ну, мы же как-то так, у нас есть межкомпозиторское общение, в общем, да, и просто, да, тут даже можно это сказать, я даже, может, понимаю, почему, потому что он всё-таки слишком композитор, и я немножко уже больше порвался с композиторством и вот с этими творческими установками, композиторство как некое высокое призвание, как великое творчество, вот он с этими клише так и не расстался. Я, в общем, расстался, поэтому между нами вот есть вот эта принципиальная разница. Вы в одном из интервью говорили, что вы изгой среди композиторов, и вам это нравится. Насколько вообще сложны контакты между композиторами? Нет, ну, вообще, в принципе, почему? Тут никакой особой скорости нет, всегда это человеческое дело. Если вот мы, в общем, заговорили о каких-то контактах, то мой ближайший друг – это Георгий Пелец, это вот Рижанин, с которым мы провели огромное количество времени, с которым мы были полными единомышленниками, с которыми вот, ну, сейчас просто уже как бы, ну, так мы уже как-то по разным квартирам разошлись, возрастным, но невозможно представить, сколько мы с ним вот провели время вместе, совместного и творческого времени, и около творческого, и всякого, и жизненного. Вот, и вот у меня с Эдуардом Артемиевым, с Лёшей Артемиевым, вот, и, ну, человеческие связи, конечно. И вот сейчас с Аликом Рабиновичем, с моим, вот, мы с ним вместе учились практически, в Мерзляковском училище, ещё в школе Мерзляковском училище. Вот, но дело в том, что, значит, если вот такие человеческие взаимоотношения, это да, но с композиторским сообществом у меня вообще, как сказать, полный разрыв и непонимание. Я этому очень рад, потому что меня не интересует композиторское сообщество, меня вот интересует, ну, тоже Гош Тельц, как человек, там, РВПР, там, или Сильвестров. А вообще-то я себя очень уютно чувствую в рокерской среде, или в диджеев. Вот, моим ближайшим вот сейчас сотрудником, и вот с кем мы общаемся, это Лёня Фёдоров, это группа Аукцион, это Волков. И, в общем, это вот люди, скорее, такой рокерской закваски. Вот с Тарасовым, с Владимиром, если, кстати говоря, он сейчас же и живёт в Вильнюсе, насколько я понимаю, если я при Балтике говорю. Вот, ну, скорее-то, не академические музыканты, а музыканты джазовые, рокеры и электрончики. Ну, во всяком случае, не композиторы академические. Если говорить о литературе, вот была дискуссия с Галиной Языфович, российским литературным критиком, и, задавая ей вопрос о том, что, на её взгляд, делает книгу «Великая», она сказала о возможности ухватить суть времени. Вот для музыканта, для композитора, это важно как-то ухватить суть времени, если говорить о том. Конечно, но мне-то кажется, для того, чтобы ухватить суть времени, сейчас нужно перестать быть композитором. Композитор не может ухватить суть времени, потому что сама методология композиторская, сама вот его физиология, сами его рецепторы, они не способны ухватить суть времени. Для того, чтобы ухватить суть времени, надо перестать быть композитором и приближаться по деятельности, кстати, к диджею, скорее, или какому-то такому рэперу, я не знаю. Ну, во всяком случае, такие медиальные какие-то пространства задевать. А вы рэп не слушаете? Ну, я слушаю, но это мне, как сказать, это мне чуждо. То есть я слушаю, поскольку, ну, хочется быть в курсе дела. Но дело в том, что вот рэп, граффити – это то, что уже выходит за пределы моей антропологического такого возраста. Вот это, я понимаю, важность этого дела и актуальность этого дела, но там вот нет моего антропологического какого-то присутствия не может быть, потому что это уже, ну, следующее какое-то, вот, даже не поколение, следующий антропологический тип, к которому я уже не имею отношения. Театральный режиссер Римас Туминас, которого вы знаете, был гостем также нашей программы «Абонент доступен», и он в эфире нашей программы высказал такую интересную мысль о том, что многое зло, которое происходит в мире, оно происходит из-за того, что человек чувствует себя незаметным или незамеченным. И вот театр, он как раз, по его мнению, приглашает человека в жизнь, дает ему этот билет и, ну, дает ему право быть услышанным, может быть, в какой-то степени, более заметным, скорее, не услышанным, более заметным. Вот что касается музыки, как вы считаете, может ли музыка сделать слушающего его более заметным, услышанным в этом обществе, более значимым? Ну, я не совсем, как сказать, согласен тут с этой мыслью, вот, потому что тут дело не в том, что, как сказать, быть актуальным, присутствующим в жизни, конечно, да, но я не знаю, насколько сейчас вот театр в современном виде, ну, как раз, наверное, из искусств таких академических, если мы берем музыку, литературу, изобразительное искусство театра, то в театре, наверное, как раз больше осталось возможностей жизни и больше жизненных токов в силу ряда причин. Вот, но что касается музыки, то мне кажется, все-таки, опять-таки, вот, ну, если говорить о музыке, как вот композиторской музыки, то здесь вряд ли это может быть. Но сейчас есть огромное количество вот такой вот, ну, сетевой музыки, компьютерной музыки, где, собственно говоря, каждый слушатель может стать творцом, и где, собственно говоря, уже речь идёт не о создании текста, но о вхождении в некий контекст и комбинации вот этих контекстуальных возможностей каких-то. Вот, и здесь скорее быть незаметным, но присутствие, пребывание, пребывание в реальности, дело не в том, чтобы быть заметным или незаметным, это как раз не принципиальный вопрос, а дело в том, чтобы пребывать в действительности, а не быть посторонним от неё. И вот это гораздо важнее, чем быть заметным или незаметным, это мне как раз совершенно не касается вопрос, заметный или незаметный, пребывающий или непребывающий, это гораздо важнее. — Ведь в финальном эпизоде фильма «Холодное лето 1953 года» как раз ваша музыка, как мне кажется, это очень субъективное ощущение, но она как раз отражает настроение этого человека. И эта встреча, когда вдруг идут два незнакомых человека, останавливаются, дают друг другу прикурить, идут дальше, которые, как можно считать, показывают, что оба сидели в лагерях. И ваша музыка как раз совершенно передает эту атмосферу. Вот вы когда писали эту тему, о чем вы тогда думали? Как это рождалось? — Нет, ну вы знаете, это очень близкая тема. Смотрите, я 1946 года рождения, и отепель происходила при мне, и смерть Сталина при мне происходила. Это я всё помню, и в семье у нас, я сейчас не буду говорить, ну как у всех там, да? И вот в 1956 году начались вот эти возвращения. Это вот происходило на моих глазах. Я не могу сказать, что я видел эту сцену досконально, как она передана от фильма, но это подобное, это воочию было. Я сейчас не буду рассказывать разные эти случаи, но просто это вот одни из важнейших моих воспоминаний, вот вообще жизненных, может быть, потому что это очень важный момент, вот этот момент, начало отепеля. Ну это не только с этим связано, там много чего, там фестиваль молодежи, студентов, там Гленгульд, в общем, Ван Клиберн, в общем. И вместе с тем вот этот трагизм, который ничем не может быть перебит. Так что это в какой-то степени, я знал, о чем вот эта музыка должна быть, короче говоря. Ну есть ли какой-то момент, который особенно вот в вашей памяти, в ваших воспоминаниях отражает то, что было тогда? То, как вы это почувствовали, эту отепель? Нет, ну вы знаете, это просто крайне радостный, то есть понимаете, ведь тогда это вообще кульминация Советского Союза. Там дело не в том, что там победа в Великой войне, что само собой. Это вот тогда просто, понимаете, это фантастическое время, это когда Запад стал открываться. Там и в Монтан сначала приехали, потом это французская выставка, Америка, Джексон Полк мы видели эти, потом это Гленгульд, Ван Клиберн, потом, извините меня, Стравинский приехал, с которым я лично общался. Ну в общем, то есть понимаете, это время фантастическое, рядом с которым мало что стоит. Надо сказать, что это может быть отголоской, потому что это время было фантастическое для всего мира. Это рок-революция начала 60-х годов, это психоделическая революция. То есть это, ну казалось, что это вообще вот мир будет прекрасным. И всё это вот начало закрываться постепенно в 70-е годы, не только у нас, вообще и на Западе тоже. Вот, 80-е, 90-е, там всё мрачнее, мрачнее. Вот, конечно, ещё вот в 60-е годы, в 62-м году, когда я с Стравинским общался, мне казалось, что, ну, времени композиторов никогда не кончится. То есть это вот, ну, то есть всё впереди, какие-то грандиозные перспективы. Ну, уже к середине 70-х годов, я сейчас не буду там описывать какие-то ситуации, это не только моё мнение. Вот тоже великий Лигити, он где-то в 81-м году говорил о том, что вот композиторский кризис подкрадывается незаметно, и это не моё личное дело, то есть не дело Лигити, это системный кризис. То есть это не то, что это моё какое-то отдельное взятое мнение, это действительно объективно так. Вот, начиная с 70-х годов мир стал всё более и более мрачным, мрачным. И вот по сравнению с теми вот праздниками жизни, которые были в конце 50-х, в начале 60-х, ну, наверное, вот эта грань такая, это вот парижские события 68-го года, это вот право в Чехословакию советских войск. Ну, в общем, вот тут целый такой, понимаете, ну, кстати, говорят, там смерть Джимми Хендрикса, Джанис Джоплин, тут же Стравинский, ну, то есть, понимаете, вот эти смерти великих, и тоже Пауль Целян, там, 71-й год. Вот, и дело в том, что раньше великие тоже умирали, но на смену им приходили равновеликие. А тут вот получилось так, что великие-то уходят, а равновеликие не приходят. И не только в этом, ну, в общем, понятно. В общем, вот так что, если говорить о каких-то воспоминаниях, конечно, вот эти 60-е годы, это вот какой-то совершенно немыслимый праздник жизни. Людмила Улицкая, писатель, она так описывала оттепель, она сказала, это её мнение, но она его озвучила, что феномен оттепеля в Советском Союзе заключался в том, что это было первое советское поколение, которое поняло, насколько оно несвободное. Сознание того, что они несвободны, дало вот этот глоток свободы. Казалось бы, парадокс, но, тем не менее, как вы относитесь к этой истории? Есть ли в этом рациональное зерно, как вы считаете? Ну, я, ну, понимаете, дело в том, что советская действительность, она очень сложная, там много было слоев. Она отражает определённый такой тип людей. Вы понимаете, значит, что я хочу сказать? Я-то вот относился, я занимался исполнительством, да? И, кстати говоря, это было... Я понимаю, что там писатели или там художников там в психушку куда-то сажали, ещё чего-то. А вы понимаете, академическая музыка, это был расцвет академической музыки. Это было время, опять-таки, 60-е годы. Рихтер, Гилль, Сойстрах, Аборина. И то есть это была полная свобода. Не было никакого, вот мы не чувствовали железного занавеса. То есть если свернуть в бок, там, вот, допустим, понятно, что там были диссиденты, запрещённые. Но вот тем делом, которым я занимался, я занимался на фортепианном факультете. И, собственно говоря, это не только, понимаете, это было в то же время балет, над которым там смеются, там вот впереди планеты. Ну, понимаете, у нас был мощнейший балет, там Григорович и так далее, и так далее. То есть, вот опять, как к нам приезжал Стравинский и так далее, самый Нью-Йоркский балет. В общем, вы понимаете, не было времени заниматься вот этой какой-то несвободой. Это потом начало выясняться, что несвобода. А, в принципе, это был какой-то оглушающий, в общем, как сказать, не тот, что глоток свободы, в ней можно было захлебнуться. Единственное, что, конечно, понимаете, мы все были, эта свобода была в андерграунде. Это всё были, вот тоже там Кабаков, в принципе, все сидели, значит, там по мастерским, все сидели, да, но там была полная свобода. И, в общем, те, кто жалуется на несвободу, это их были проблемы. Но вот у меня таких проблем не было. И мне было достаточно жить в этом андерграунде, это было великое счастье. И, кстати говоря, ведь то, что вот андерграунд был, это, понимаете, в каждом мире есть свой андерграунд, да? И именно из-за того, что был вот этот прессинг несвободы, были совершенно замечательные результаты. Смотрите, вот результаты. Очень несвободен был, там Тарковский, извините меня, там на полке всё лежало, там Параджанов вообще сидел в тюрьме, да? А потом уже всё можно было делать, но ни Тарковского, ни Параджанова уже... Поэтому, конечно, я не хочу сказать, что прессинг нужен, но тут интересная такая вещь, что, понимаете, там, где прессинг, там есть великие результаты, там есть Тарковский, есть Параджанов. Вот. А там, где прессинга нет, ну, нет ни Тарковского, ни Параджанова. Вы ведь рассказывали, что, когда вы учились в консерватории, преподавал там и Острах, и Ростропович, и на исполнительском факультете абсолютно была бы такая абсолютная свобода практически. Что не скажешь о композиторском факультете, где как раз был тот самый прессинг, советский прессинг, как вы говорили. В чём он заключался? Ну, просто, понимаете, что... Ну, вот, действительно, я учился на двух факультетах, и просто, понимаете, значит, там, ну, грубо говоря, значит, если для исполнителей не могло быть никакой вообще разговор об идеологии, о каких-то идеологических штампах, там, советская, несоветская, это вообще, ну, смешно. Как можно говорить, когда играешь Шумана или Шуберта, там, да, или Равелли, вообще-то... Вот, а у нас на композиторском там было всё очень прям, значит, вот, и были техники, которые были запрещены, значит, там, ну, грубо говоря, додекапонная, серийная техника. Это вот... Просто даже нельзя было этими техниками пользоваться, там, алеаторикой, потому что, ну, это буржуазные, так сказать, враждебные вещи, поэтому, конечно, здесь был очень такой... Не то что прессинг, а просто невозможность. И потом, если вот преподавали, у нас действительно великие люди, кстати говоря, в Московской консерватории стольких великих... Ну, ни одна консерватория мира не могла похвастаться тем, чтобы там и Аборин, и Остров, и Коган, и... Вот Рихтер, он не хотел преподавать, так и не преподавал. Вот. Вот. А извините меня, кто преподавал на композиции? Это вот Хренников, ля-на-ля, на бум-бум, там, или Хачатурян, господин Танец с саблями. Ну, в общем, это как-то даже и уровень, вот, музыканский, человеческий, вот, несравним с тем, что было и на исполнительских факультетах, и то, что было и на композиторских факультетах. Но ведь Родион Щедрин, которого называли композитором в законе, он как раз исполнял адодикафонию тоже, и ему было разрешено, скажем так, его сочинильство принималось. Ну, да, это было забавно, так что, понимаете, это единственный человек, которому можно было делать то, чего нельзя было делать, как композитор в законе. Это действительно так. Его покупали, так сказать, ну, в министерстве покупали, ну, понимаете, его не только композитором в законе назвали, самое лучшее про него сказал Гершкович. Он говорит, что Шестакоева и Щедрин – это кабалевский XX века. Ну, более злую шутку трудно себе представить. Вот, и, ну, не буду говорить другие злые шутки, которые про Щедрина говорят. Ну, в общем, композитор в законе, это сказал Сильвестров, кстати говоря, вот, это очень правильно, композитор в законе. Но он был приближённым к власти, или почему ему было можно то, чего нельзя было другим композиторам? Не знаю, нет, ну, тут даже дело не было. Ясно, как-то так, вы знаете, это вообще трудно сказать. Вот, и феномен Щедрина, ну, наверное, это какой-то вот такой талант, что ли, особый, потому что он как-то вот вошёл очень хорошо, как бы там вот с фортепианным концертом, с коньком-бурбунком. Ну, в общем, как-то вот, ну, в общем, вот ему повезло. Тут даже дело не в том, что он как-то там, власть уже к нему потом пришла, и там дело не власть. Ну, вот как-то вот так вот получилось. Ну, знаете, так же, как вот, ну, я не буду сравнивать, там вот, допустим, Глазунов как бы ругаем, а всё там имеет, там, допустим, да. Ну, вот есть такие вот феномены. Ну, вы закончили консерваторию, дипломная работа, и ваша была контакт о Ленине. И вы тогда сказали, что тем самым ваш педагог привил вам прививку от советского конференка. Бугонную тюму, да, да, да. Вы знаете, ну, это было ужасно, это совершенно ужасно, всё это было, да, но потом-то я понял, я ему очень благодарен за это, потому что я получил вот такую прививку, во-первых, от конформизма, от советского. То есть, понимаете, я думаю, что если бы вот не это, я бы, может быть, был бы в каком-то теме больше конформистом, потому что я бы какие-то вещи не замечал. А с другой стороны, я, как сказать, обрёл опыт работы с каким-то неприемлемым и ненавистным материалом, что мне, в конце концов, помогал в работе и в кино, кстати говоря, да, то есть обходить какие-то принимательные... Ну, в общем, короче говоря, мне научило такой жизненной гибкости при творческой несгибаемости. Вот тут вот это очень важно, да. То есть меня вот жесточайший стержень, который позволяет где-то делать компромисс. Вот это очень важное соотношение. Многие композиторы это не могут. Они, поэтому, не могут делать какие-то заказные работы, допустим. И в кино работать, или в театре не могут работать из-за этого. Вот Георгий Сверидов в 68-м году пишет «Время вперёд». Это произведение, это интерпретируется по-разному. Кто-то как раз находит в нём момент того, что время, которое начинается так очень бодро и быстро, потом начинает разваливаться в этом произведении. Ну, возможно, это такие уже субъективные интерпретации. Как вы, кстати, относитесь к Сверидову и к этому конкретному произведению, которое было в заставке программы «Время вперёд»? Ну, это да. Нет, ну, к Сверидову я никак не отношусь, но действительно, вот это немножко прям такая минималистская вещь прям, да, и в этом она очень хороша. Ну, какие-то у него, наверное, хоровые вещи неплохие есть. Ну, в общем, это, как сказать, герой не моего романа, и он меня совершенно не интересует как-то интерпретировать его. Ну, крупный, наверное, советский композитор. Ну, то есть искать в этом произведении какой-то другой смысл, кроме, может быть, такого советского конструктивизма в музыке, не имеет, как считается? Знаете, меня на это настолько неинтересно... Просто, понимаете, я вот слышал эту музыку, а даже, по-моему, это фильм какой-то, я этот фильм никогда не видел, кстати говоря. Я просто по радио всё время это звучала музыка, поэтому я слышал. Поэтому я не знаю, какие там могут быть интерпретации. Меня, в общем, эта тема абсолютно... Я просто некомпетентен, что-либо по этому поводу сказать. Ну, ваша музыка звучит, в том числе и в фильмах Паула Соррентино. Вы однажды сказали, что красота деградации без осуждения – это то, с чем вы созвучны с Соррентино, то есть то, что вас как бы объединяет в философском смысле, таком смысловом. А в чём заключается эта красота деградации? Можно ли как-то это описать? Ну, просто, понимаете, действительно... Ну, можно, опять же, понимаете, это то, что где-то начал вот ещё, ну, с Феллини, в общем, восемь с половиной... Да, не народом. Или даже там «Сладкая жизнь», да? Ведь самое интересное, что вот эти фильмы – это действительно разложение, полный докаданц. Но интересно, что как бы Феллини, у него нет осуждений, так же, как у Соррентино, да? То есть вот это очень важный момент. То есть мы видим, как бы, вот это разложение, мы видим утрату красоты, но вместо того, что поосуждать, ну, конечно, это докадентское такое немножко умонастроение и чувство, но, наверное, это то, что нам остаётся. Просто, понимаете, мы не способны на создание действительно великой красоты. Это ведь ироническая такая Гранд Велеца, да? Великая красота, там создавал Пьерро Дель Франческо, там, я не знаю, там Джотто, ну, вот в те времена, да? Сейчас мы это не можем, поэтому мы уже на какие-то вот эти самые остатки, угасания, ну, это тоже по-своему прекрасно, понимаете? Каждому поколению, каждому антропологическому периоду соответствуют какие-то свои вот эти самые, как сказать, этапы пребывания красоты. Не каждому антропологическому поколению достаётся то, что было там дано Пьерро Дель Франческо, там, или там Моцарту, допустим, да? Ну, вот в этом, как сказать, в этом развале, в этом тлении есть много прекрасного. Кстати говоря, вот в этом, это не только моё мнение, это, кстати говоря, мнение тоже, вот мы много в своё время говорили, мнение Сильвестра, Валентина Сильвестра, он говорил, что вообще сейчас музыка, сейчас изменение музыки это гальмонизация трупа, потому что, ну, это то, единственное, что остаётся, потому что музыка была живой во времена Моцарта, там, или там, Палестрина, или так далее. А вот нам достаётся вот эта гальмонизация трупа, но она, по-своему, тоже прекрасна. То есть мы, как сказать, вот длим, это вот момент, которого уже нет. Что такое? Вот этого нет, но мы это длим. И это прекрасно. И вот в какой-то степени у Сарантина тоже есть, потому что это очень красиво. Я тоже люблю Рим, люблю Италию. И вот это же люди, в общем, ну, может быть, они ничтожны, может, они никакие, может, они уже, но, понимаете, они всё равно люди, и это всё прекрасно. Вот как-то вот в этом. Главное, тут не впадать в какой-то осуждающий тон, какие-то этические, какие-то нормы здесь предъявлять, и даже, может быть, эстетические нормы. Если я понятно сказал... Да, вы очень понятно сказали, но прилетела пчела, видимо, она тоже тянется к прекрасному, и поэтому она атакует меня параллельно. Ну, если говорить о красоте в таком парадоксальном смысле, потому что, как я понял из ваших слов, что красоту можно найти и в ужасе, и вот аналогия, которая у меня возникает, это Босх и его картины, которые, с одной стороны, наверное, сложно назвать красивыми, потому что они показывают и пороки людей, и уродства, но в то же время они завораживают. Вот такой парадокс получается, и на этом тоже многое строится в искусстве. Ну, Босх, понимаете, он всегда прекрасен, потому что дело в том, что он прекрасен, даже никогда он рисует эти, вот, как бы ужас, но если, просто если мы возьмем чисто и живописно, это, ну, высшая для меня красоты, может, в какой-то даже степени нет, потому что это вообще Босх удивительный человек, один из самых таких великих художников, потому что он не только художник, он еще, может быть, у него обладает таким философским видением и охватом, которым практически не обладал ни один художник, ни то, ни после, и это не то, что его какое-то индивидуальное такое достижение, там, дело в том, что это время особое и место еще, это вот это Нидерланды, это вот тот, вот это средоточие вот этих самых очень странных сект, очень странных отголосков мистических вот этих всех веяний, и это высокий ренессанс, но уже это, если там итальянцы, они так сказать, мало о чем думали, там, то Босх, то он видел суть вещей, вот, и это вот делает его, то есть вот Северный Ренессанс, это, конечно, особая статья, это не только Босх, это и Мемлинг, там, и Ван Рейк, там, понятно, да, но Босх, это вот для меня это такое особое совершенно в статьях, потому что вот никто не показал как сказать, трагедию или вообще вот феномен человека так, как его показал Босх от и до вот в этих нескольких своих великих триптиках, особенно там сады удовольствия и так далее, поэтому спасибо, что вот вы Босха вспомнили, и он прекрасен в каждой своей, в каждой своей детали, изображает он ад или он изображает рай или он изображает жизнь, это живописно, это, ну как сказать, это прекрасно в каждой своей молекуле просто. Вы упомянули Феллини, его фильм «Восемь с половиной», в том числе, и вот музыка Нина Ротто, итальянского композитора, которая звучит в финале «Восемь с половиной», вы сами говорили о том, что, возможно, фильм не был бы настолько выдающимся, если бы этой музыки в завершении его не было, когда все собираются в этот круг и идут, держась за руки. Вот, как вы считаете, можно ли говорить о том, что музыка определяет картину в целом? Насколько она самостоятельна? Ну, вы понимаете, тут вот, ну, вот есть понятие тандема, это двойной велосипед, да? Да. И дело в том, что вот иногда бывает так, что, значит, ну, один участник тандема не такой выдающийся, а другой великий, но они соединяют, кстати говоря, другой пример в музыке, это «Зимний путь» Шуберта, вот одно из самых величайших произведений вообще музыкальной литературы западной европейской, написанной на стихе Мюллера. Ух, вообще, если так взять поэзию Мюллера, наверное, посредственная поэзия, да? Но вместе вот поэзия Мюллера плюс музыка Шуберта, ну, какой-то результат совершенно космический, да? Примерно то же самое происходит и здесь, что, конечно, вот личности, такие творческие личности, Феллини и Нина Ротта для меня несопоставимы, но здесь получилось такой тендем, что одно без другого невозможно. Кстати говоря, могу привести еще вот один для меня такой очень важный пример, это Гринвей и Найман. Вот, кстати говоря, там тоже, ну, вот Найман без Гринвея, я бы не знаю, там, ну, наверное, такой, ну, более-менее удачный такой композитор, но то, что у них вот в нескольких их фильмах получилось там с контракта рисовальщика, начиная там и повару, вору и так далее, ну, вот это такие шедевры и причем можно сказать, что сам визуальный ряд без музыки Наймана, конечно, много бы утратил, и так же, как и вот финал восьми с половиной, для меня просто не мыслим без музыки ни на рот. А если говорить о Францисе Виберри и Владимире Косма, музыка к фильмам «Игрушка», французские комедии «Игрушка», «Беглецы» и «Высокий блондин в черном ботинке», вот можно ли тут этот тандем, этот симбиоз между изображением и звуком оценить как-то, потому что они всегда... Нет, ну, наверное, можно, но это просто более негкий такой результат, но это просто для меня это легкие комедии, нельзя по уровню сравнивать Гринвей и Филини и вот там «Игрушку» и так далее. Ну, это очень хороший... Ну, понимаете, значит, если мы говорим о музыке, вот, наверное, если вот в фильме еще тоже вот мой такой любимый пример, может, одна из лучших музык в фильме, это если мы берем фильм Тарковского, «Стаукер», да? Где вы, кстати, исполняете на флейте? На флейте вы исполняете партию? На флейте нет, это я играю там на флейте, но лучшая музыка, это когда эта самая вагонетка въезжает в зону, если вы помните. Да, конечно. А музыки практически даже как-то и нет, там вот сначала идет перестукивание вот этих самых, и из нее какие-то вот эти очень едва заметные электронные звучки, и вот это создается такая атмосфера совершенно, ну, ни с чем не сравнима. Вот, и здесь вот Леша Артемьев просто перед ним там шапку. Ну, и, конечно, понимаете, какие-то вот есть фильмы, как раз, если говорить о музыке и фильмах, конечно, «Мариконы», тут, ну, почти любой фильм брать, это, в общем, все шедевр. В общем, все шедевр. Ну, здесь еще есть интересный момент. Недавно у нас в эфире был Андрей Смирнов, режиссер «Белорусского вокзала», и он рассказал о том, как Альфред Шнитке написал музыку к словам Булата Акуджавы, «Десятый нардесантный батальон», и как эта тема и эта песня стали, в общем-то, таким символом этого фильма. Как вы, кстати, оцениваете этот эпизод? Нет, ну, не только, понимаете, если мы сейчас говорим вообще о Бальфреде Шнитке, то вообще, кстати говоря, вот работы в фильмах, у него там не только белорусский вокзал, у него огромное количество тоже киношедевров просто, да, музыкальных. И самое интересное, что вот если о какой-то свободе говорить и там зажиме и свободе, то творчество Шнитке, оно очень интересно, потому что многие его вещи были как бы запрещенные, допустим, первую симфонию его там запретили в Москве, кстати говоря, запретах и не свободе, запретили в Москве, а Железенский сыграл его в Горьком, то есть в Нижнем, много, в общем-то, всё это достаточно, то есть, понимаете, сейчас вот говорится о несвободах, но в этом Железном занавесе было много дырок, и просто тут уже кому как повезло, вот, ну, дырки, они такие андерграунды были, но там можно было делать всё, что угодно, да, и почему я говорю о Шнитке, очень многие вещи, которые он уже опробовал в своих академических вещах, замечательных, он сначала опробовал их в фильмах, вот, допустим, в первой симфонии он использовал материал похождения зубного врача, фильм «Лежал на полке», но там был использован тяга, потом он в первой симфонии это использовал, допустим, значит, одно из самых популярных сочинений, это «Кончарты Гросса», первое, когда, так говоря, первая исполнительница, это как раз Татьяна Гринденко, там тоже играла, а там материалы использованы, он сначала использовал Андрея Хржановского в мультфильмах, так что, понимаете, тут такие сообщающиеся сосуды, в общем, свобода, не свобода, да, то есть вот это сначала опробовал спам, потом вставлял их в такие вещи, которые, как сказать, вообще даже нельзя было исполнять в Советском Союзе. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии, звоните, у нас несколько минут буквально остается до конца эфира. Да, и хочу вас также спросить, немало музыки вы в том числе написали к мультфильмам. Вот это сложнее, писать музыку так, чтобы достучаться до ребёнка, а не до взрослого? Не, ну, понимаете, мы писали такие фильмы не для ребёнка, то есть это самые мои любимые фильмы для как раз для детей, мультипликационные, потому что там гораздо больше как раз какой-то творческой свободы, именно композиторской, как ни странно, несмотря на то, что кронометрические там освобождения. И, в общем, хотя эти фильмы как бы детские, но, грубо говоря, я о детях-то не думал. Ну, грубо говоря, так надеюсь, что я в душе всегда ребёнок, это пакетство такое, да? Но, в принципе, эти фильмы, в общем, все вот и с Хржановским, и с Угаровым, и вот все фильмы, в общем, это не... Я не думал о детях, когда писал этот фильм. Вы сказали, что вы в душе ребёнок, есть такая французская песня, в переводе она звучит примерно так, какой талант нужно иметь, чтобы взрослым мне не умереть. Как вы считаете, должен ли быть талант у взрослого человека, чтобы сохранить в себе вот этого ребёнка? Ну да, тут главное, чтобы это не переросло в старческую деменцию, тут тоже большая, не очень большая разница между детской непосредственной и старческой деменцией, и тут уже в моём случае это можно и перепутать, наверное, как-то, не знаю. Вы сказали о том, что как раз писали не для детей, и если говорить о советской мультипликации, в частности, о советской мультипликации, то там очень много мультфильмов для взрослых, потому что, опять же, тот же «Ёжик в тумане» Норштейна, который... Я просто помню, свои субъективные ощущения, что в детстве я его совсем не воспринимал, когда стал постарше, присмотрелся, когда вырос, понял, насколько это красивое произведение. То есть, мультфильмы не для взрослых, они чаще всё-таки снимались, как вы считаете? Нет, слушайте, весь наш золотой фонд, мой двоюродный брат работал с Китруком, это прежде всего история одного преступления, человек в рамке, первый фильм Хрожановского, это «Жил бы и хозяин», ну какой это детский фильм, или «Стеклянная гармоника», ну какой это детский фильм, так что вот золотой фонд вообще вот советской мультипликации, он, в общем, отнюдь не детский. Вот, и я, если взять другие фильмы, Хрожановского, там и рисунки Пушкина, и вот те, которые мы с ним делали, это, ну, в общем-то, мне кажется, ну, в общем, дети могут смотреть, конечно, но это, это, в общем-то, в расчете делается на очень взрослую, причем продвинутую пугольку. Вот так же, знаете, вот, возьмем, мы были депутационные фильмы, «Желтая подводная ледка», «Бегаются фотошколы детей», что ли, фильм? Вряд ли. Хотя дети будут с удовольствием отсмотреть. Мы благодарим вас за это интервью, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы, «Композитор». Владимир Мартынов был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, спасибо.